Новый год не за горами. В этот период будет организовано большое количество разнообразных программ для юных новоуральцев. Накануне в администрации округа обсудили проведение благотворительной акции «Елка сюрпризов». Для 150 ребят и их родителей случится волшебство. Помимо впечатлений, каждый ребенок получит сертификат в какое-либо учреждение или магазин от фонда «Новоуральский центр развития предпринимательства» и администрации округа. Таким образом, ребенок сам выберет, какой он хочет подарок. Также каждый юный новоуралец получит сладкий приз. Сейчас идет активная работа по сбору средств. Это добровольная акция, она благотворительная. Мы проводим ее в МВЦ. Такая получается камерная елка, объявили сбор денег в администрации в Думе. Предприниматели объявляют сбор средств и сертификатов у себя. Мы обращаемся к жителям города. Они могут в фонд предпринимательства тоже какие-то деньги принести, перечислить. То есть сертификаты на подарки за счет этих средств будут приобретаться. Впервые акция «Елка сюрпризов» прошла в прошлом году. К проведению события подключены учреждения образования и культуры города. Совместными усилиями будет сделано все, чтобы юные новоуральцы прочувствовали волшебную пору. 23 декабря в один день пройдут три праздника для детей от 7 до 13 лет, попавших в трудную жизненную ситуацию. На каждой елке у нас участвуют по три коллектива. В том числе музыкальная школа примут участие. Мы на связи со взрослыми организаторами, педагогами. ЦВР нам в том году помогли вожатыми для встречи гостей. Я думаю, что и нынче они не откажут. В принципе, все готовы, все понимают, что мы работаем. С заботой о каждом. Есть еще одна категория ребят, требующих особого внимания. Это дети участников специальной военной операции. В городе их более 660. Для каждого из них также будет организовано новогоднее чудо. До школьников поздравить с Новым годом придут Дед Мороз и Снегурочка прямо домой. Ребят школьного возраста пригласят на новогодние городские елки. Для студентов, а их 12 человек, подарки подготовит Уральский электрохимический комбинат. Второй год мы особо подходим, конечно, к категории деток, которые проживают, учатся в семье участника СВО. Поэтому сегодня мы отдельно этот вопрос обсуждали, как поздравлять эти семьи. Много таких детей на самом деле. И вернувшиеся уже есть родители. И сегодня участвуют. И мобилизованные, и добровольцы, и семьи ЧВК. То есть очень много на самом деле таких детей. Праздник придет в каждый дом и ко всем. А дополнительное внимание и приятные сюрпризы помогут сделать эту праздничную пору еще волшебнее. Елена Мельникова, Михаил Карелин, Новоуральская вещательная компания.